На это очень интересно смотреть, но, собственно говоря, по сути там было в этот раз настолько пусто, что единственным значимым событием, значимым фактом, на который обратили всех внимание, что Путин снова рассказал про раскачку, что уже стало ужасно смешным. Ну, это какая-то прямо пародия. Человек 20 лет выступает, и почти 20 лет, ну, по крайней мере, точно совершенно с 2007 года, он в каждом обращении говорит, так, у нас нет времени на раскачку, ребята, давайте, ребята, он обращается к этим толстым рылам, бессмысленным ворам, сидящим прямо перед ним, говорит, нет времени на раскачку. Они им говорят, нет, Владимир Владимирович, нет времени, не будем раскачиваться, прямо сейчас приступаем к работе, после чего они расходятся, не делают ни хрена, через год собираются и говорят, ребята, нет времени на раскачку. И так 20 лет, давайте посмотрим короткие 37 секунд, чтобы увидеть, как вот Путин менялся, его лицо меняется, возраст меняется, и он все рассказывает, нет времени на раскачку, 37 секунд раскачки. Нужно только без раскачки начинать работать. Абсолютно без раскачки начать строительство. Давайте прямо без раскачки, как можно быстрее, без так называемой раскачки. Времени на раскачку нет. Времени на раскачку у нас нет. Времени для раскачки у нас нет. У нас нет времени на раскачку, как я уже говорил. Запаса времени на раскачку на дальнейшие утряски и уязки просто нет. Времени на раскачку у нас нет И все время хочется сказать А вы к кому, Владимир Владимирович, обращаетесь вообще? Вы 20 лет сидите у власти И на самом деле, не только конкретные фразы Про раскачку можно посмотреть, как они идут Из одного обращения в другое обращение Ведь все, защита бизнеса каждый раз Он дословно говорит, хватит кошмарить бизнес И мы уже знаем, сейчас он скажет про то, что хватит кошмарить бизнес И он говорит это И вот эти арестованные инвестбанкиры, американские И не только американские, которых просто из-за хозяйственного, очевидно, спора Закатали в следственный изолятор Они, наверное, по радио слушают, как им рассказывают Что не надо кошмарить бизнес Нужно перестать сажать предпринимателей по предпринимательским статьям Вот они в этой радиоточке, я это знаю, радиоточка играет там всегда И они слушают это И в этом такая классная ирония И все остальное Административные барьеры Защита бизнеса Борьба с бедностью Господи, каждый раз он говорит Мы должны бороться с бедностью Но бедность за последние годы растет Мы видим, что она растет Да, она на самом деле С момента прихода Путина к власти После 90-х годов После того, как выросла цена на нефть Мы увидели определенное падение уровня бедности Но после